Второй межрегиональный юридический форум «Бизнес и государство». Я решила, что этот конвент является отличной возможностью для того, чтобы продемонстрировать свои знания. Кому вручили премию Завойского? Очень много проводилось исследований смежных каких-то, фундаментальных. То есть проводились фундаментальные в начале исследования, потом мы приступили к экспериментальной реализации. Фиджитал игры стартовали, как совместить картинг и виртуальные гонки. На самом деле на симуляторе ехать сложнее, чем на карте. Я думаю, что если мы посмотрим по временам на круги, то там тоже все будет выглядеть с большим разбросом между лидерами и отстающими. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Кристина Отекина. В Казанском федеральном университете появился собственный президент. Им стал главный советник при ректорате Рияс Мензарипов. Единогласным решением ученого совета кандидатура была одобрена. Предполагается, что учреждение новой должности позволит укрепить научно-образовательные связи и будет содействовать реализации программы развития вуза. Отметим, что подобная должность предусмотрена федеральным законом об образовании. В ближайшее время Миноборнауки рассмотрит юридические документы для утверждения. В стенах главного здания Казанского федерального университета начался второй межрегиональный юридический форум «Бизнес и государство». Подписание соглашений, мастер-классы, круглые столы и многое другое в сюжете о Делине Абдрахмановой. 25 ноября на базе Казанского федерального университета стартовал второй межрегиональный юридический форум «Бизнес и государство». Форум проводится в рамках седьмого международного научно-практического конвента студентов и аспирантов «Преемственность и фронтиры правовой доктрины и практики в современных условиях». Миссия форума объединить практиков и теоретиков науки, юриспруденции, представителей предпринимательского сообщества, причем как среднего бизнеса, малого, так и крупного, и также представителей государственной власти для решения определенных задач, которые перед нами ставят современная повестка. В рамках форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Уполномоченным по защите прав предпринимателей в городе Москве и Казанским университетом. Также прошло подписание соглашения между региональными отделениями Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Республики Татарстан и Самарской области. «Круглые столы и форумы, они, как правило, бывают и быстро проходят, а когда есть такая нормативная основа, мы все-таки юристы, и пусть это такое рамочное соглашение о сотрудничестве, но оно дает возможность нам расширить форматы взаимодействия с Уполномоченным по правам предпринимателей города Москвы». Всего принимают участие около 230 представителей из разных уголков Российской Федерации. Для студентов было проведено множество мероприятий. Среди них мастер-класс, институт про Бона и его роль в обеспечении правовой помощи предпринимателям, круглый стол и многое другое. Цель форума – демонстрация возможностей диалога бизнеса с государством, определение задач, проблем и путей их решения. «Я решила, что этот конвент является отличной возможностью для того, чтобы продемонстрировать свои знания, свои умения, умение выступать на публике и в целом выступить с закладом, который я хотела бы представить для участников и для организаторов». Форум является ежегодным и в прошлом году он с успехом прошел на базе Саратовской государственной юридической академии. Мероприятие получило общественный резонанс и уже в этом году его проводят в Казанском университете. Какому городу принимать эстафету в следующем году, покажет время. Адалина Абдрахманова, Фарид Захетуглы, Универ Ньюс. В Казанском федеральном университете вручили премию имени Завойского. Кто стал обладателем статуэток и денежного приза, расскажем в следующем сюжете. 25 ноября в Музее истории Казанского федерального университета прошло вручение молодежной премии имени Завойского. Евгений Завойский – советский физик-экспериментатор, обнаруживший электронный парамагнитный резонанс. Долгое время работал заведующим кафедрой Казанского государственного университета. Очень долго в жюри совещались и рассматривали все представленные работы. Надо сказать, что все представленные работы были очень высокого класса и нам было достаточно сложно определиться. Почетными грамотами были награждены финалисты конкурса, а победителям были вручены денежные призы. Конкурс проводится ежегодно с 1991 года. В нем принимают участие аспиранты, а также молодые ученые казанских университетов в возрасте до 35 лет. Главным условием участия в конкурсе является создание и разработка своего проекта. Сегодня были отмечены победители премии Алмаз и Фуддинов с разработкой кинетика быстрых электронов в плазме отрицательного свечения тлеющего разряда и ее газоаналитическое приложение. И Руслан Батулин со своим проектом оптическая спектроскопия атомов и ионов в баре в сверхчутком гелии-4 и практическое применение физики низких температур в КФУ. Очень много проводилось исследований смежных каких-то фундаментальных, то есть проводились фундаментальные в начале исследования, потом мы приступили к экспериментальной реализации метода. Подготовительный этап основывался на фундаментальных исследованиях. После того, как подготовительный этап был закончен уже в КФУ, мы стараемся реализовать однокубитные вычисления. И, соответственно, в качестве элементной базы у нас выступают электронные поверхности гелия. Конкурс проводит Комитет по делам детей и молодежи из полкома Казани, Казанский федеральный университет, Казанский физико-технический институт имени Завойского. Аделина Брахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. 25 ноября в Казанском федеральном университете прошла интеллектуальная игра по истории государства и права России, которая состоялась в рамках Седьмого международного научно-практического конвента студентов и аспирантов. Ключевая тематика – советская история. О ходе игры смотрите далее. Интеллектуальная игра была посвящена юбилею образования СССР, содержала вопросы по советской истории. Она традиционно представляла собой соревнование, в рамках которого студентам из 17 команд различных вузов Татарстана необходимо было ответить на отдельные вопросы и решить небольшие задачи. Мы всегда очень рады видеть участников конвента, то есть это представители вузов России, то есть более 50 городов здесь сегодня, и поэтому 17 команд, которые заявились, плюс это татарстанские юридические вузы. Нам было важно объединить разные школы, научные школы России, именно в плане того, что команды будут представлять различные вузы. Игра для команд состояла из пяти туров, каждый из них включал в себя от 5 до 10 вопросов на определенную тематику, от принципов государственного устройства до развития культуры и искусства в период СССР. На обсуждение ответов отводилось определенное организаторами время – от 30 секунд до 2 минут. Очень важно знать прошлое, потому что, зная прошлое, мы можем анализировать совершенные ошибки и пытаться не допустить их в будущем. Вообще, для меня квизы всегда проходят под девизом «Лучше знать и не нуждаться, чем нуждаться и не знать». Ключевое требование, которое было представлено студентам – знание текста и смысла государственно-правовых документов рассматриваемой эпохи, понимание исторических событий, а также умение быстро реагировать на поставленные вопросы в условиях конкуренции и в атмосфере состязания. Гранд целен на привитие студентам и школьникам любви к истории, развитию критического мышления, поскольку история – это всегда различные точки зрения, различные мнения. То есть студенты здесь узнают что-то, потому что там и почитают новую информацию, и у него уже начнут складываться определенные понятия об истории. Также отметим, что помимо командных соревнований на квизе был представлен и конкурс капитанов. Он состоит в проведении определенного состязания. Конкурс капитанов команды, он проходит в немного другом формате. Капитан готовит презентацию на тему «В этот раз значимость личности в истории» и сдает ее организаторам, после чего жюри уже в закрытом формате отсматривает презентацию и его являет лучше. Отметим, что подобные интеллектуальные игры проводятся в Казанском федеральном университете регулярно, и с каждым разом количество желающих побороться за звание самой эрузированной команды становится все больше. Александр Фирсов, Карина Саяхова, Фарид Захитоглы, Универньюз. Международные фиджитал-игры стартовали в Казани. На площадке картинга «Казань-Мол» спортсмены сетязались в новой дисциплине. Репортаж Маргариты Михайловой. В столице Татарстана стартовали международные фиджитал-игры. Формат состязаний подразумевает сочетание классического спорта и киберспорта, а также технологий дополненной реальности. За призовой фонд на различных площадках города поборются спортсмены из разных стран. Россия, Беларусь, Казахстана и Ирана. Соревноваться участники будут в новых фиджитал-дисциплинах. В гонках, единоборстве и хоккее. До начала состязаний гоночный трек картинг-центра «Казан-Мол» опробовали профессиональные спортсмены и стримеры. Они объединились в команды по два пилота. Технология фиджитал-гонок предполагает эстафету между ними. Первый пилот стартует на реальном треке, затем передает эстафету своему напарнику за гоночным симулятором. Второй пилот после прохождения маршрута пересаживается за руль картинга. Затем эстафету вновь передается первому пилоту, который финиширует в симуляторе. На самом деле на симуляторе ехать сложнее, чем на карте. Я думаю, что если мы посмотрим по временам на круге, то там тоже все будет выглядеть с большим разбросом между лидерами и отстающими. А так как бы и там и там круто, но, конечно, на симуляторе требуется больше точности, больше чувства обратной связи и так далее. В итоге очень даже понравилось и есть желание, может быть, повторить. Но в UFC навряд ли. Не хочется, чтобы тем морду набили. А в подобном очень круто. Даже сам бы, может быть, подобное организовал среди друзей. Уже 26 ноября в рамках фиджитал-единоборств состоится турнир бойцов в игре Mortal Kombat и в смешанных боевых искусствах. А в декабре состоится хоккейный турнир нового формата, где спортсмены сыграют в НХЛ, а затем выйдут на лед по правилам хоккея 3 на 3. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. 25 ноября священнослужитель Русской Православной Церкви, проповедник, а также телеведущий Андрей Юрьевич Ткачев встретился со студентами Казанского федерального университета. Он проводил беседу на тему «Духовный выбор человека» и «Глобальные вызовы современности». После увлекательного осуждения желающие могли задать все интересующие вопросы священнослужителю. Религиозному человеку, найдя ответы, нетрудно найти и силу для их исполнения. А нерелигиозному человеку, даже при случае, если ответы есть, силы для реализации необходимого взять негде. Поэтому вся проблема только в том, что человек был религиозным в здоровом смысле слова. Здоровая религиозность – это совершенно необходимая вещь для выживания в XXI веке. В мраморном зале второго корпуса Казанского федерального университета состоялась гражданская панихида по выдающемуся ученому с мировым научным именем, крупнейшему специалисту в области химии элемента органических соединений, заслуженному деятелю науки Российской Федерации и Республики Тарстан, заслуженному профессору и профессору-консультанту Казанского федерального университета, доктор химических наук профессору Рафаэлю Асхатовичу Черкасову. На этом все. В студии была Кристина Отегина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова